Периодический закон с точки зрения строения атома. Если расположить химические элементы в порядке увеличения зарядов атомных ядер, то можно обнаружить ряд интересных закономерностей. В атоме первого элемента, водорода, всего один электрон. Увеличение заряда ядра на единицу приводит нас к атому химического элемента, гелия, в котором уже два электрона. Оба электрона размещены на одинаковом расстоянии от ядра и притягиваются к нему с одинаковой силой. Заряд ядра атома следующего элемента равен плюс трём. В этом атоме та же группировка из двух электронов, как в атоме гелия, и сверх того третий электрон, расположенный дальше от ядра и поэтому притягивающийся к нему с меньшей силой. Таким образом, атом лития имеет два электронных слоя. При переходе от лития к бериллию, от бериллия к бору и так далее, каждый раз увеличивается на единицу заряд ядра, а наружный слой пополняется еще одним электроном, пока в нем не накопится восемь электронов. Это достигается у неона. Следующий за неоном щелочной металл натрий имеет такие же два слоя, как атом неона, но сверх того одиннадцатый электрон, еще более удаленный от ядра. В атоме натрия таким образом появляется третий электронный слой. В атоме магния увеличивается на единицу заряд ядра и, соответственно, на третьем слое появляется еще один, второй электрон. У последующих элементов наружный электронный слой пополняется электронами, пока на нем не накопится восемь электронов. Проследим по диаграмме число электронов на внешнем слое атома в зависимости от заряда ядра. Сначала число электронов медленно увеличивается, затем с появлением нового слоя резко уменьшается и снова медленно растет. Зависимость такого вида называется периодической. Важным свойством атомов является энергия, которую нужно затратить, чтобы удалить из атома один электрон и следовательно превратить атом в ион. Эта энергия получила название энергии ионизации. Если построить диаграмму зависимости энергии ионизации от заряда ядра атома, то мы вновь обнаружим знакомую периодическую зависимость. Поскольку по энергии ионизации судят о металлических или неметаллических свойствах химических элементов и простых веществ, то мы можем сказать, что и химические свойства изменяются периодически. В настоящее время периодический закон, открытый русским ученым Дмитрием Ивановичем Менделеевым 1 марта 1869 года, читается так. Свойства химических элементов находятся в периодической зависимости от зарядов атомных ядер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова